Всем привет! Добро пожаловать в гости к мистике. Наше сегодняшнее дело связано с ребенком, в частности с новорожденным. И я думаю, важно вас об этом сразу предупредить. Если для вас это слишком чувствительная тема, это видео не для вас. История эта вызовет споры, и это точно. Так что не держите свои мысли в себе, комментарии открыты. Ну а я хочу вас поблагодарить за то, что вы снова со мной, и надеюсь, вам здесь уютно. Давайте после короткой рекламы будем погружаться в эту очень тяжелую историю. Мне нравится, что в своих рекламных вставках я могу рассказать о себе. Поделиться тем, как я решаю разные проблемы. А вы в комментариях часто отвечаете, что пробовали что-то из моих рекомендаций и остались довольны. Так и с Теей, про которую я вновь хочу вам напомнить, и с которой я сама занимаюсь. Тея – это умный телеграм-бот, который успел стать верным спутником многих из вас на пути к здоровому питанию. Для этого она предлагает пройти программу длиной в 21 день, в которой нет ограничений или фанатичного подсчета калорий. Да, существует масса курсов по питанию, марафонов по похудению, но большинство из них построены лишь на личном опыте. Иногда они предлагают опасные диеты, и они дают лишь краткосрочный результат. А у Теи же, наоборот, все направлено на долгосрочный и безопасный результат. Новые пищевые привычки, которые она поможет внедрить, и восприятие еды останутся с вами на всю жизнь. А программа разработана на основе более 300 научных исследований совместно с психотерапевтами. Одно из преимуществ Теи – это глубокий и комплексный подход к питанию. Она помогает разобраться с пищевыми привычками, справиться с перееданиями и установить баланс в отношениях с едой. Каждый день она пишет в Телеграме и присылает интересную и полезную статью, чтобы помочь вам комплексно разобраться в теме питания, учитывая не только диетологические факторы, но и факторы, связанные с психологией и физиологией. Больше всего в Теи мне нравится дневник питания, да еще и с очень удобным интерфейсом. Ведя его, не только начинаешь выбирать более полезные опции в еде, но и анализируешь свое психологическое состояние. Съела сейчас что-то жирное и соленое? Опять устала? Переела? Как же этого избежать? Так, указывая все эти детали в дневнике, вы вместе с Теей разберетесь в своем пищевом поведении. А знаете, что самое прекрасное? Тея рассчитана не только на людей с избыточным весом или с проблемами с питанием, но и на тех, кто недоедает, питается хаотично или хочет сбалансировать свой рацион. А еще она поможет снизить стресс и напряжение в этой теме. Тея всегда поддержит вас и с ней очень комфортно. Все прямо внутри вашего телефона и с удобной навигацией. Если вы хотите полагаться не только на силу воли и свое настроение, тогда Тея станет вашим поддерживающим компаньоном на пути к здоровью. А вместе намного легче. Я пользуюсь Теей и очень довольна. Присоединяйтесь и вы. Запускайте Тею по ссылке в описании или по QR-коду и получите скидку 65%. Но поспешите, предложения ограничены и действуют только для первых 200 человек. Ну а мы возвращаемся к делу. Сегодняшняя история произошла совсем недавно. Алексе Тревиза в январе 2023 года было всего 19 лет. Она жила в небольшом городке Артизия в Нью-Мексико. Жителей там всего 12 тысяч. В Артизии все друг друга знают. Тут только одна школа, одна больница и один полицейский участок. Любые происшествия здесь обсуждают месяцами, совсем как в большой деревне. Но это нормально. В целом это обычный маленький провинциальный городок в Америке. Алексея жила вместе с матерью, Розой, и с отчимом. А с биологическим отцом Алексея Роза развелась уже много лет назад. Мужчина ее убил, причем даже когда она была беременна. Кроме Алексея у Розы есть еще одна дочь. Так вот, в начале 2023 года Алексея училась в выпускном классе средней школы Артизии. Уже три года она встречалась с парнем по имени Дэвин. Алексея была очень спортивной девушкой, она занималась черлидингом. Она готовилась к поступлению в университет, к выпускному в школе и жила обычной подростковой жизнью. Алексея была очень близка со своей матерью, что для подростков, которые только учатся в самостоятельности и резко отдаляются от родных, порой является редкостью. Они же с Розой были не разлей вода. Но 26 января 2023 года жизнь Алексея перевернулась с ног на голову. Вскоре об этой девушке и о маленьком городке узнала вся Америка. Настолько громко гремело это дело. 26 января вечером Алексея вернулась с тренировки по черлидингу и отправилась спать раньше обычного. У девушки заболела спина, да и вообще ни настроения, ни сил у нее не было. Чувствовала она себя очень плохо. Ночью ее состояние ухудшилось. Алексея сказала матери, что чувствует непереносимую боль. Она оценила ее на 10 по шкале от 1 до 10, и Роза решила отвезти девушку в больницу. Ее к нам привезла мать. У девушки сильно болела спина после тренировки. Она вроде как сначала уснула, а потом все-таки разбудила мать. И та ее сюда и привезла. Но что странно, сначала она не соглашалась на осмотр. Вела себя как ненормальная, говорила одна из медсестер. Роза рассказала врачам, что Алексея родилась недоношенной, и у нее были какие-то проблемы с бедрами, из-за чего они часто ходили к остеопату. Когда у девушки заболела спина, она вновь отправилась к этому специалисту, но это не помогло. Врачи же подумали, что у девушки проблемы с почками, ну или инфекция мочевыводящих путей. Они думали прописать ей антибиотики, ну и дело сделано. Врачам, однако, перед этим требовалось провести некоторые исследования, чтобы подтвердить или наоборот опровергнуть свои догадки. В список этих обязательных исследований входил и тест на беременность. Его стандартно делают женщинам, если они попадают в больницу с болями в области таза, живота или спины. Ведь от его результата зависит назначение лечения и исследований. Того же рентгена, например, или некоторых лекарств, вроде антибиотиков. Алексея идея сделать тест на беременность показалась абсурдной. Девушка начала уверять, что не может быть беременна. Это просто невозможно. Она ни разу не была в постели с парнем. Все это время Роза, ее мать, находилась вместе с ней в больничной палате. И она подтвердила врачам, что покупала дочери прокладки каждый месяц. Все как обычно. Почему вообще такой вопрос встал? Просто Алексея приехала в широком свитере. И на глаз определить наличие у нее характерного круглого живота было сложно. Да и беременные животы разные бывают. Да и в целом, если женщина вот у вас на глазах не рожает, то лучше никогда не спрашивать ее, беременна она или нет. Ну, конечно, здесь случай другой, да, здесь врачи. Но она могла не знать, она могла не признаться, ну и просто не хотеть говорить. Так что тест все-таки надо делать. И в конце концов Алексея все-таки согласилась сделать этот тест. Его результат стал известен довольно быстро. Тест оказался положительный. Врачи были удивлены, но продолжили действовать по протоколу. Теперь надо взять кровь на анализ и определить срок. А также нужно проверить, нормальная ли это беременность, а не, например, внематочная. Потому что внематочная беременность угрожает жизни матери и может быть причиной как раз сильной боли в спине. Но анализ крови займет больше времени. Алексея и ее матери сообщили о результате первого теста на беременность. Но ни одна, ни вторая врачам не поверила. Алексея говорила, что такого быть просто не может. А ее мать сначала даже немного разозлилась на медперсонал за то, что они сообщили новости сначала ее дочери и только потом уведомили ее саму. Поняв наконец, что врачи не ошиблись и на полном серьезе уверяют ее, что Алексея беременна, Роза в ярости повернулась к дочери и потребовала объяснений. Мать и дочь поругались. Мы были обеспокоены тем, как они разговаривали друг с другом. Дочь на голубом глазу уверяла мать, что не может быть беременна. А мать была в ярости. Как это ее дочь беременна? Рассказывала одна из медсестер. Поругавшись с матерью, Алексея внезапно вышла из больничной палаты. По записям с камер видеонаблюдения мы видим, как она, держась за низ спины или даже можно сказать за ягодицы, бежит в туалет. На часах тогда было около часа сорока ночи. Девушка закрылась в туалете. Прошло десять минут, затем и двадцать минут. И вскоре о том, что она находится в закрытой кабинке туалета так долго, узнали медбратья и медсестры, а также и мать Алексея, которая дважды ходила проведывать дочь. Но Алексея никому не открывала и почти ни с кем не разговаривала. Вот как об этом вспоминает один из медбратьев. Она сказала, что ей приспичило в туалет. В какой-то момент я пошел проверить, все ли в порядке. Постучался, спросил, не нужно ли ей что-нибудь. В ответ тишина. Через некоторое время я начал слышать, как вновь и вновь срабатывает диспенсер для бумажных полотенец. Она то и дело смывала воду в туалете, вроде даже мыла руки в раковине. И я снова постучался. Может ей помочь? Снова ответа не было. В конце концов я сказал, выходи сейчас же. И попросил охрану принести ключ. Было принято решение, как можно скорее вскрыть дверь в туалет. Врачи боялись, что Алексея могла себе навредить. Или, например, упасть в обморок. А вдруг она истекает кровью? Вдруг ей нужна срочная помощь? Из-за двери туалета вновь и вновь слышался смыв унитаза. Шуршали бумажные полотенца. Какой-то пакет. Когда ключ от туалета наконец принесли, Алексея опередила врачей и открыла дверь сама. Не сказав ни слова, она отправилась к себе в палату. А медсестры и медбратья смогли заглянуть в туалет. То, что они там увидели, можно описать только как сцену из фильма ужасов. Я увидел следы крови на полу и на стенах. Такое впечатление, что она пыталась их вытереть. Следы были на стене за туалетом. Когда она проходила мимо, я спросил ее, ты в порядке? Что случилось? Ты у меня просто месячная, ответила она мне. Но врачи в это не поверили. Слишком уж много было красных следов. Да и положительный тест намекал скорее на выкидыш. Поэтому медперсонал стал решать, как аккуратно донести это до ее матери. И как поддержать саму девушку. Одна из медсестер все же решила сделать фотографию туалета. На всякий случай. Она сказала, что не может сходить в туалет. А я тогда подумала, что если у нее там случился выкидыш? И поэтому она то и дело нажимает на смыв. А потом я зашла и увидела кровь. На стенах, на унитазе. Это было похоже на фильм ужасов. Я предположила, что она размазала ее по стенам бумажными полотенцами. Выглядело все так, словно она что-то из себя вытащила. Или разорвала на части. Когда она выходила, она оставила следы на полу. Так что я вызвала уборщиков. Так об этом моменте вспоминала медсестра по имени Лори. Алекси вернулась в свою палату, где еще одна медсестра по имени Элизабет стала ее осматривать. Женщина заметила, что у Алекси очень сильное кровотечение. Действительно похожая на выкидыш. А Роза продолжала злиться на дочь, которая все так же отрицала возможную беременность. И вообще какие-либо интимные отношения со своим парнем. В тот вечер в больнице на смене была уборщица по имени Лила. И именно она и убирала тот самый туалет. Казалось, унитаз засорился. А мусорное ведро было просто переполнено. В нем была навалена куча грязных бумажных полотенец. Но когда уборщица взяла пакет с мусором в руки, она поняла, что он подозрительно тяжелый. Как будто на дне лежит что-то большое. Женщина решила посмотреть, не выбросила ли кто туда случайно целую боковку новых пакетов или салфеток. И вместе с еще одной медсестрой она раскрыла пакет. Она пошла убираться, подняла корзину для мусора и закричала, «Лори, скорее иди сюда, мусорка что-то очень тяжелое». Но я туда и зашла, подняла эту мусорку и подумала, «Черт, тут явно что-то лежит». Внутри свернутого пакета лежал ребенок. Он не дышал. Я вытащила пакет и заметила там на дне ребенка. Он был просто завернут в прозрачный пакет. Пакет был завязан сверху, закручен. Я подняла этот пакет и заметила, что он прилип к его лицу. Я позвала медбрата, вспоминала одна из медсестер. Медсестры и медбрат вскрыли пакет и осмотрели ребенка. Они заключили, что проводить реанимационные действия уже поздно. Его не спасти. Когда они осматривали маленькое тело, их внимание привлекла пуповина. Это довольно скользкая и мягкая, но очень прочная трубочка. Обычно ее перерезают острыми ножницами. Так вот, она была разорвана. Для этого нужно немало силы. Либо без острого предмета ее можно перегрызть зубами, как это делают животные. Что произошло конкретно в этом случае, можно только гадать. Сразу стало понятно, что это был ребенок именно Алексии. Ведь никого, кроме нее, в туалете в то время не было. Ну и не будем забывать про положительный тест. Так что боль в спине была связана именно с беременностью. Но почему она не позвала на помощь? И почему не дала врачам спасти малыша? На место выехала полиция. Она в кабинете номер 2. Она его убила. Нам при этом ничего не сказала. Она все время нам лгала. Сказал прибывшим полицейским медбрат. Врач по фамилии Васкес, который осматривала перед этим Алексия, зашла в палату к девушке вместе с полицейскими. Она сообщила ей и ее матери о страшной находке в туалете. Мать Алексия была просто поражена. Она впала в ступор. А Алексия лишь тихо проронила одну пугающую фразу. Но она даже не плакала. Вот тот разговор, который состоялся между врачом, матерью и Алексией. Мы увидели что-то, 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 что-то. What did you do to it Number one priority is she just had a baby I don't know if she's delivered the placenta She's bleeding significantly Yep I've spoken to the obstetrician at Loveless They want her out there as soon as possible I need your permission to transfer her from medical She's 19 Oh you're right But she is a student too She's still 19 as well You're right You're right I'm sorry I forgot she's 19 You keep having me Я хочу, чтобы вы не могли верить, что вы не могли верить, что вы не могли верить. Вы, пожалуйста, согласитесь? Да, я верю. Я буду работать на это. Я прошу про это, но в том, что вы делаете ребенок, и вы пытаетесь убрать его, вы должны быть в полиции. И ничего не было. Я знаю, я знаю. Но ребенок будет иметь для антопси. И я очень извиняюсь, что мы должны делать это правильно. И я хочу быть transparente с вами о том, что наши степки будут быть. Как большой ребенок? Это пол-тем. Что? 9 месяцев? Ноти был crying. Лекси. Вы смотрели на новости о девушке, о том, что они делают для ребенка и о том, что они идут в jail? Ноти был crying. При осмотре врачи выяснили, что ребенок действительно был полностью доношенным. И это, кажется, удивило даже саму Алексею. Тем не менее, вы заметили, что ни она, ни ее мать не спросили врачей про самого малыша. Какого он был пола? Можно ли его было спасти? Они не задали ни одного вопроса о нем. Ну, кроме того, доношенным он был или нет. Это, наверное, Роза спросила просто для того, чтобы понять, как долго дочь скрывала это. Но Роза, казалось, интересовалась лишь тем, чтобы ее дочь не попала в тюрьму. И видите, она уже там прокручивала. Говорит, ты помнишь вот эти вот случаи? Я тебе говорила. Кстати, вот что касалось тех новостей о девочках, которых сажают в тюрьму, всего годом ранее, в январе 22 года, другая девушка в Нью-Мексико по имени Алексис Авилла, да, даже имена похожи, оставила своего наврожденного малыша в мусорном баке. Но тогда малыш выжил, а ее посадили в тюрьму на 16 лет. Теперь было решено отправить Розу в зал ожидания, чтобы поговорить с самой девушкой наедине. Мать там явно мешала, а полицейским нужно было понять, дышал ли ребенок, шевелился ли он, был ли он живой, когда родился. Они надеялись понять, что же все-таки произошло. Я села на унитаз, и оно просто выпало из меня. Но когда я подняла это все на руки, я увидела, что оно даже не дышит, не двигается. Поэтому я и положила его в пакет. Вновь Алексия называет своего новорожденного ребенка «оно» и «это». По-английски она говорит «nothing was crying», что можно перевести как «ничего не плакала». Но мне показалось, что по-русски будет лучше звучать, как просто «оно не плакало». Почему же она выбрала такой оборот? Либо она на самом деле не почувствовала ничего к малышу, ну и для нее он был словно игрушка, у которой села батарейка. Либо она так пыталась успокоить саму себя, убедить себя, что она ничего плохого не сделала. Оставшись наедине с медсестрой, Алексия несколько раз спрашивала, будут ли у нее теперь проблемы. Она также спрашивала про таблетки, которые она принимала для снижения веса. Ее интересовало, как они влияют на организм. И этого мы с вами еще коснемся. Принимала она их, потому что хотела скрыть беременность? Или же она искренне не понимала, почему полнеет, и шла вот на такие экстренные меры с таблетками? А пока нужно было осмотреть саму девушку. Алексии на вертолете отправили в соседний, более крупный медицинский центр, поскольку в Артизии не знали, родила она плаценту или нет. Мало кто об этом знает. Даже полицейские на записях интервью с медбратом и медсестрами задают такие вопросы, по которым можно понять, что они не то что плаценту никогда не видели, даже на фото, но, скорее всего, не очень понимали, что она есть и вообще, что она из себя представляет. Так вот, после рождения ребенка обязательно рождается и плацента, которая присоединена к ребенку с помощью пуповины. Она довольно большая, такой кусочек. Может весить до 600 грамм. И выйти она должна целой. Акушерки обязательно проверяют ее целостность, там осматривают ее, переворачивают. Так вот, когда Алексею привезли во второй медцентр, врачи заключили, что плаценту она уже родила. И родила она ее полностью. Значит, от нее она избавилась тоже. Возможно, смыв в туалет. Но это сделать довольно сложно. Не факт, что она целиком бы туда пролезла. У вас есть какие-то комментарии по этому поводу? Потому что у меня комментариев нет. В тот вечер в медицинский центр, где находилась Алексея, приехал ее парень. Вот этот Дэвин Фьера. А также его мать Мелани и отчим девушки. Все они ожидали новостей о состоянии Алексея и хоть какой-то информации о ребенке. Что интересно, Алексея отказалась вписывать Дэвина в свидетельство о смерти как в графу об отце. Несмотря на то, что сама же утверждала, что отец именно он. И точно неизвестно, знал ли он о беременности своей девушки. И вообще, как он ко всему этому относился. Но на видео он выглядит больше отрешенным, чем взволнованным. Единственный, кто хоть как-то реагирует на произошедшее, это отчим Алексея. Он явно чувствовал себя некомфортно. Ну и, конечно же, все врачи были в шоке. Они никогда не видели ничего подобного. Да и такое даже специально не придумаешь, правда. Я думаю, многие уже заметили, что мать девушки, Роза, считала Алексея еще маленькой девочкой. Несмотря на то, что той уже было 19 лет. Она постоянно повторяла полицейским, что она еще в школе, что они должны советоваться с ней самой в первую очередь. И потом только спрашивать что-то у дочери. На что ей каждый раз отвечали. Нет, дамочка, вы сидите на месте. Дочь уже взрослая и может сама принимать решение. И ответственность она несет сама. А когда кто-то из полицейских уточнил, является ли она бабушкой погибшего ребенка, Роза смутилась и поправила. Я, говорит, мать Алексея. Ну а потом до нее, видимо, дошло, что она все-таки бабушка ребенку. Но признала она это словно в шутку, указав на мать парня Алексея. Мол, вот та тоже тогда, ха-ха, бабушка. Роза как будто пыталась отдалить себя от вот всей этой ситуации, от этого малыша. Она также засмеялась, когда полицейские спрашивали бойфренда Алексея о том, является ли он отцом ребенком. Мол, ну какой из него отец? Он что ли? Скорее всего, Роза контролировала каждый шаг Алексеи, поэтому та боялась ей признаться, что беременна. Кому-то из медсестер даже показалось, что Роза была рада узнать, что у ее дочери положительный тест на беременность. Словно женщина догадывалась о беременности и отвезла ее в больницу, чтобы наконец поймать ее на лжи. Такой вывод просится из ее фраз вроде «ну я же тебе говорила, а что ты не помнишь, мы обсуждали вот эти девочки». Получается, какие-то разговоры о беременности в семье все же шли, и трагедия была на 100% предотвратима. Возможно, Роза действительно хотела поймать дочь с поличным, но случилось это слишком поздно. Женщина была искренне удивлена, что ребенок родился на девятом месяце. Наверное, она думала, что в больнице ей просто скажут, что у Алексея положительный тест, но ее здоровью и здоровью малыша ничего не угрожает, и они дождутся срока, и потом уже родится ребенок, и они будут думать, что с ним делать. Но случилось все иначе. Тем временем тело мальчика, которого в больнице, как и полагается, назвали Джон Доу, то, что у него не было имени, отправили на вскрытие. Алексея же вернулась обратно в школу, где продолжила отношения со своим парнем, как ни в чем не бывало, и даже сходила на выпускной в красивом платье. В интернете эти фотографии рассматривали просто в мельчайших деталях, и есть предположение, что на ее шее в тот день висел памятный медальон, похожий на те, куда иногда складывают локон, волос, знаете, или там прах близкого человека. Так что, что там было внутри, мы с вами тоже можем только гадать. Чирлизингом она, правда, больше не занималась, точнее, просто не выступала со своей командой. Но это якобы потому, что во время ее пребывания в больнице они разучили новый танец, которого Алексея не знала. Но неужели на протяжении 9 месяцев никто не замечал растущий живот Алексея? Это, правда, самый главный вопрос во всем этом деле, потому что, не знаю, мне кажется, что подростки... Какие подростки? 19 лет — это уже взрослый человек. Ну, в общем, молодые люди очень внимательные. И, я не знаю, вот даже мне постоянно в комментариях пишут, «Ты что, поправилась? Ты что, похудела? Ты не беременна случайно?» А такие круглые щеки точно беременна. И у меня есть возможность не отвечать на эти комментарии, просто игнорировать эти вопросы. Потому что, опять же, женщину нельзя спрашивать, беременна она или нет, до тех пор, пока уже вот там все вот не очевидно. Или пока она сама не призналась. Ну, а когда тебя спрашивают такое в лоб, особенно если это школьники, знаете, это такой токсичный народ, старшеклассники... Ну, в общем, я к тому, что они не фильтровали там, я уверена. Они спрашивали и говорили все, что хотели. Поэтому у меня есть ощущение, что все все понимали. Но это только мое мнение. Что рассказали полиции и ее одноклассники, мы вот с вами дальше узнаем. На фотографиях с выступлений прекрасно видно, что девушка поправилась. Причем, давайте так, никого не ругаем за то, что они поправились вообще, не комментируем чужие тела. Просто объективный факт. Если человек поправляется, то чаще всего он поправляется равномерно по всему телу. Здесь же виден объемный живот. Точка. А форма для чирлидинга довольно некомплементарно это подчеркивает. И скрыть беременный живот там непросто. Вероятно, в школу она могла надевать более свободную одежду. Но на выступлениях становилось все понятно даже невооруженным глазом. Неужели в раздевалке не было никаких разговоров? По информации из новостных статей, Некоторые ее одноклассники и одноклассницы действительно аккуратно интересовались у Алексии, не беременна ли она. Но девушка им отвечала, что поправилась по совсем другим причинам. Она знала, что беременна и скрывала это ото всех. Рассказала одна бывшая подруга девушке журналистом Daily Mail. Она сказала мне, что набрала вес, потому что стала принимать противозачаточные. И после ее пребывания в больнице слухи о беременности поползли вновь. В школе знали о том, что в местном медицинском центре в мусорном ведре нашли ребенка. И эти новости гремели на весь городок. И все сразу поняли, что этот малыш родился у Алексии. До Алексии, должно быть, доходили слухи. Все говорили о ней Девине и их ребенке. Но судя по тому, как она вела себя, ей было все равно. Алексий и Девин быстро вернулись в школу и вели себя так, будто ничего не случилось. Они даже никому не сказали, почему пропустили занятия. Да никто и не спрашивал. Однажды на уроке английского языка мы должны были написать стихотворение. Она написала стих под названием «Говорят». Он был о том, как у нее за спиной распространяют о ней слухи и обсуждают, что произошло. Это она так попыталась дать отпор сплетникам. Сказал один ее школьный друг. Несколько близких друзей девушки рассказали, что Алексия знала о том, что беременна, но скрывала это. После, однако, девушка спокойно рассказала, что даже придумала имя малышу. Она хотела назвать ребенка, внимание, Алексом. Ну, видимо, в честь себя любимой. Но как же все было на самом деле? Почему дело дошло до такого? Ладно, на много вопросов даст ответы суд. И именно на суде, возможно, мы увидим улики с телефонов, с компьютера, из социальных сетей Алексии и ее близких. Например, гуглила ли она что-то о симптомах беременности? А может, ее мать искала в интернете что-то про беременность дочери? Или как поговорить с дочерью о беременности? Как спросить у дочери, беременна ли она? Или, например, если бы Алексия гуглила, как прервать беременность или что-нибудь такое? Это будет уже прям красный флаг точно. И мы наверняка узнаем, был ли во всей этой истории замешан кто-то еще. Знал ли, например, ее бойфренд об этом? И здесь тоже будет уже важно понять, не только знал он или не знал, но знал ли он о том, что Алексия собирается сделать с ребенком? Потому что в дальнейшем вопрос стоит так. Она это случайно сделала или она задумала это с самого начала? Мол, потом рожу и как-нибудь, короче, оставлю и все, пофигу. Либо это произошло реально случайно и ей могли помочь и этого не сделали. И тогда вопрос уже к больнице. Иногда действительно случается так, что женщина не знает о том, что беременна. В некоторых случаях, хоть это очень редко, но бывает, случается так, что живот очень маленький. Его просто не видно. И порой у женщины даже не пропадают месячные. Ну или они просто становятся нерегулярными. И почему она не заметила, что беременна? Потому что до этого у нее тоже были нерегулярные месячные. Об этом есть даже целое реалити-шоу. Называется «Я не знала, что беременна». По-моему, шло на TLC лет 10 назад. Я смотрела его еще после университета каждый день, мне кажется. Там девушки рожали малышей просто в самых неподходящих местах, подумав, что просто у них был большой запор и им нужно срочно в туалет. Они рожали ребенка. Где-нибудь на яхте, в супермаркете, на лодке какой-нибудь, в душе. Это всегда было огромным сюрпризом. Ну и никто из малышей не заканчивал так, как закончил ребенок Алексея. Чаще всего, однако, женщины, которые попадают в этот маленький процент, я не знала, что беременна, не очень хрупкого телосложения. Так что, во-первых, и место как бы есть. И в целом они думают, что чуть-чуть набрала, чуть-чуть ушло, чуть-чуть пришло. Не так это критично. Но в случае с Алексией, как мы с вами уже видим, все-таки были признаки. И это не тот случай, когда ты набрала пару килограмм, и все просто чуть-чуть начинают шушукаться, что не беременна ли ты. Для одноклассников все было очевидно. Но почему-то все закрывали на это глаза. А с другой стороны, если бы даже не закрывали, то что? Они бы позвонили маме, ну и что бы случилось? Ничего, все бы точно так же бы кончилось. Понятно, что Алексея могла бояться своей матери. Может быть, Роза была очень религиозной или строгой. Но неужели мать не заметила, как у дочери растет живот, и не предложила ей хотя бы сделать тест на беременность? Если уж мать чувствует, что она такая ответственная, что она контролирует все и просит с ней советоваться перед любой медицинской манипуляцией, почему она тогда не взяла на себя вот эту роль проводника во взрослую жизнь? Почему никто не проломил дверь раньше в туалет? Там дверь из фанеры, не нужен никакой ключ. Может быть, ее бы, во-первых, застали бы с поличным, не было бы никакого суда, а во-вторых, ребенок бы остался жив. А как все можно было вообще предотвратить? Наверное, разговором с парнем. То есть, если бы его семья поговорила с ним о том, как предохраняться. Если она знала, что такое коки, ну, эти оральные контрацептивы, значит, она их принимала. Видимо, она их принимала нерегулярно или что, почему они дали сбой. То парень со своей стороны тоже должен был подумать о предохранении. Он же тоже не хочет быть папочкой в 19. И не хочет в суде выступать и рассказывать, знал ли он о беременности. И не соучастник ли он. Ну, ладно, у меня ощущение, что я задала очень много риторических вопросов. Давайте все-таки дождемся суда. А пока вот сейчас вернемся к делу. Весной 2023 года наконец пришли результаты вскрытия. И так стало ясно, что Алексей вновь лгала. Легкие ребенка были полностью раскрыты. В них был воздух. А значит, он задышал, когда родился. Малыш был полностью здоровым. Никаких врожденных патологий. Никаких болезней. Ничего. Родился мальчик на 38 неделе. Как и предполагалось. В срок. У него даже были волосики на голове. Погиб он от удушья. В заключении было указано подозрение на убийство. Что ж, выходит, Алексей родила здорового малыша. Родила она его легко и без осложнений. Если бы она позвала врачей, ребенок остался бы жив. А так он сделал всего несколько вдохов. И она потом пыталась доказать, что оно не дышало. 10 мая 2023 года Алексей Тревиза арестовали по подозрению в преднамеренном убийстве. Значит, оно было запланировано. Чтобы арестовать девушку, полицейские отправились к ней домой. Но там их встретила Роза. И она старалась всячески препятствовать задержанию дочери. Ну-ка покажи мне свой ордер. За что вы ее хотите арестовать? Ей больше 18, так что я не обязан вам показывать ордер. Нет, я понимаю. Так за что она арестована? У нас есть ордер на ее арест. Это все, что я вам скажу. За что? Вы что, мне больше ничего не скажете? Роза продолжила ругаться с полицией и звонить кому-то, настаивая на том, чтобы страж порядка рассказали ей, за что арестовывают Алексея. Как будто женщина не понимала или не хотела понимать, что произошло. Один из полицейских наконец не выдержал и ответил женщине, что ее дочь забирают по подозрению в убийстве. Ответить на это женщине было уже нечего. Когда же Алексея привезли в участок, Роза стала пытаться сделать все, что было в ее силах, чтобы девушку как можно скорее отпустили на свободу. Она расспрашивала полицейских, что бывает в таких случаях, какое наказание, а что если она не знала, что беременна, а что если знала и так далее. Ее очень заботила судьба ее дочери. А впереди суд. И это дело не быстро. Сейчас Алексея не находится в тюрьме. Она вышла оттуда где-то через полтора месяца после задержания под залог в 100 тысяч долларов. Судья разрешил ей это сделать для того, чтобы она получила диплом о среднем образовании. А еще она не пыталась скрыться от полиции, что тоже сделало возможным ее выход под залог. Девушке запрещается употреблять наркотики, алкоголь, а также встречаться с кем-либо, даже с друзьями или бойфрендом. Алексей после выхода из тюрьмы поступила в университет штата Нью-Мексико, где, видимо, начнет обучение сейчас, в сентябре. Суд над ней должен начаться 2 октября, а предварительное слушание пройдет 11 сентября. У Алексея уже появился адвокат, и с ним даже есть интервью. И он считает, что Алексея не знала о беременности и просто плохо себя чувствовала после той тренировки. Он считает, что девушка тоже пострадавшая, поскольку потеряла сына. Можно предположить, что сторона защиты на суде будет пытаться доказать, что гибель мальчика – это результат некой врачебной ошибки. Но это все равно очень слабый аргумент, по моему мнению. Медицинский центр в Артизии является такой больницей, в которой матери могут оставить новорожденных, если решат, что они не в состоянии о них заботиться. Дети потом будут переданы на усыновление. Это можно сделать полностью анонимно. Медперсонал не будет задавать матери никаких вопросов. Если бы Алексея позвала на помощь и малыша спасли, она могла бы спокойно вернуться домой и, как ни в чем не бывало, продолжать дальше заниматься чирлидингом. А ее сыну нашли бы приемную семью, которая его бы любила как своего. Персоналу больницы, кстати, было очень тяжко от осознания, что им даже не дали возможности выполнить их работу, спасти жизнь. Один из медбратьев даже рассказал, что часто из-за своей работы видит матерей, у которых случается выкидыш на раннем сроке, и он видит, как они это переживают. А тут девушка пережила роды и убийства одновременно, и вот через три недели она улыбается с парнем на фото на выпускном. Это удивительно, и это очень страшно. Есть ли по ведению Алексея оправдание? Может быть, какая-то глубокая психологическая травма или какая-то проблема, диагноз? Что, если она не знала, как происходит облудотворение вообще, откуда берутся дети? Оправданием это, конечно, быть не может, но, возможно, у девушки и ее парня были просто очень скудные знания о том, что бывает от незащищенного секса. Хотя им было по 19 лет, а встречались они уже три года. Так что вопрос, как она не забеременела раньше? Алексея знала о противозачаточных и о том, что от них можно поправиться. Получается, она все-таки их принимала, и она все-таки что-то знала, что-то понимала. Судя по мнению психиатров, которые работали с девушкой, у Алексея случилось так называемое отрицание беременности. Она вела себя, как ни в чем не бывало, и хоть и осознавала, что наверняка беременна, старалась не придавать этому особого значения и вести себя так, как будто ничего не изменилось. Даже во время разговора с медбратом, с врачом и с полицейским в больничной палате, Алексея пыталась отделить себя от ребенка, называя его оно или это. Вот это вот ее оно не плакало. Примерно в 50% случаев у матерей, с которыми случается вот это отрицание беременности, есть другие психические проблемы. И некоторые в интернете считают, что у Алексея может быть небольшая задержка в развитии или же просто так сказалась гиперопека матери. Девушка ведет себя очень инфантильно, а Роза пытается ее защитить и принимать все решения за нее. К тому же, многие знакомые Алексея описывали ее как манипулятора. Алексей была отличной манипуляторшей. У нее было много знакомых, но очень мало близких друзей. Она могла вести себя очень дружелюбно, если ей что-то нужно, а потом тут же сделать вид, что тебя не замечает. Она вела себя так, словно она лучше остальных, смотрела на нас свысока. Она считала себя лучшей чирлидершей в школе, потому что общалась с тренерами более тесно, чем другие девочки. Но тут есть еще один вопрос. Почему Алексея все же поехала в больницу? Ведь если бы она действительно планировала избавиться от своего новорожденного сына, дома бы это сделать было намного проще. Может, судя по ее остальным действиям, даже и Роза бы помогла. Кстати, на Reddit до сих пор размышляют о том, не могла ли во всем этом быть замешана мать. Но мне кажется это маловероятным, потому что то, что сделала Алексея настолько глупо, что, наверное, не могло быть их каким-то совместным планом. Не похоже, чтобы взрослый человек, мать, могла предложить просто оставить его в мусорке. Малыша кремировали, а останки отдали Алексея и ее семье. И это решение действительно может показаться странным. Но что еще делать с этими останками? Возможно, именно этот прах Алексея и вложила в медальон, который надела на выпускной. Еще кое-что пользователи интернета заметили в доме Алексея. На записях с камеры, когда ее арестовывают, есть небольшая черная рамка. Она стоит посредине гостиной. Там рисунок крыльев ангела, небольшое одеяльце и маленькая фотография. И надпись «Алекс». Все время, что Алексея находится на свободе, с ней пытаются поговорить полицейские. Поймать то ценное редкое время, когда рядом с ней нет ее матери. Но теперь у девушки есть адвокат и она уж точно не будет ни с кем разговаривать. Искать какую-то мораль в сегодняшней истории довольно сложно. Я передам это дело вам. Алексея как будто не понимала, что малыша найдут так или иначе. Что все, что она делает – это глупость. И в конце концов, она не только забрала жизнь своего сына, но и фактически испортила, закончила свою. Даже как-то не верится, что девушка действительно считала, что ей все сойдет с рук, и что мусор просто выбросят, и никто не поймет, что случилось. Кстати, в Нью-Мексико, где живет Алексея, прерывание беременности легально вне зависимости от срока. И даже те, кому нет 18 лет, могут прервать беременность без разрешения опекуна. И если бы девушка не хотела становиться матерью, она могла спокойно пойти на аборт, даже если узнала о беременности довольно поздно. То есть, у девушки были все шансы предотвратить случившееся. Пока неизвестно, сколько лет запрашивают для Алексея. Но, возможно, на пожизненное, которое подразумевает убийство первой степени, она не сядет. Прокурору пришлось бы доказать, что Алексея планировала это убийство. А судя по уликам, которые есть, каких-то серьезных доказательств, именно преднамеренности его планирования пока нет. За жестокое обращение с ребенком она может получить до 18 лет. Ну а какой будет официальный финальный вердикт, мы с вами скоро узнаем. Вот такая история, подруги и друзья. Пишите, что вы думаете об этом деле. Я, мне кажется, сказала все, что хотела. Но если что-то еще у меня будет желание добавить, то я напишу у себя в Телеграме. Спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца. Мне эта история далась непросто. Я слушала подкасты и читала статьи по этому делу. И просто мне сердечко билось тяжело. Потому что я знаю людей, которым очень хочется завести ребенка, но у них не получается этого. И на фоне вот этого видеть то, что мы сегодня с вами разобрали, это тяжко. Ладно, надеюсь, что мы с вами скоро увидимся. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. А пока я буду с вами прощаться. Всем спокойной ночи и пока.